Участники проекта, чтобы вы понимали, какие ресурсы должны быть задействованы, чтобы это взлетела система, кто что делает. Руководные предприятия, понятно, что они занимаются постановкой целей проекта, без приказа гендиректора или технического проекта очень тяжело стартовать. Технический руководитель, кто-то на предприятии должен заниматься постановкой тактических целей. Что-то типа главного механика, но, конечно, главный механик, он в лицо заинтересованное в ремонтах, а не в надежности. Дальше, поскольку это проектная работа руководителя проекта со стороны заказчика, это человек, который отвечает за реализацию проекта, план проекта, бюджет, риски самого проекта. Опять-таки, если вы нанимаете консультантов, внешнюю компанию, то появляется такое внешнее зло, руководитель проекта от исполнителя, который, соответственно, отвечает за реализацию исполнительных задач. Значит, эксперты методологии оценки рисков. Во многих компаниях сейчас появляются именно управления по корпоративным рискам. Наверное, у вас такие тоже есть, если большие. То есть люди, которые должны понимать вообще говоря, методологию оценки рисков, то есть введение вот этих базовых вещей. Дальше, соответственно, консультанты, ну это типа мы, то есть внешние люди, которые помогают вам реализовать вашу цель с учетом того опыта, который есть у консультантов. У консультанта есть опыт обучения, опыт анализа данных, программирования справочников, и он как бы меньше ошибок делает, чем вы. Главные специалисты – это механик, энергетик, приборист, архитектор, поскольку без этих людей мы с вами, ну, сложно очень интегрироваться в существующие системы ремонтов без главных специалистов. Есть такой в скобках источники данных, это те самые люди на уровне цехов, которые реально знают особенности оборудования, которые реально знают там подоемкость его работы, ремонтов. Для нас они используются как эксперты по данным. Технологи, то есть про них очень часто забывают, наверное, технологи, то есть те, которые отвечают за процесс производства, они ставят именно границы, где кончается производственная цепочка, и начинается там другой процесс. То есть те, которые отвечают за это определение границ проекта. Экономисты, поскольку у нас есть стоимость простую, да, они считают представители служб по план безопасности, они отвечают за процессы, чтобы наши алгоритмы не выходили за рамки требований по план безопасности. Диагносты, айтишники, то есть специалисты по автоматизации. И последние, это специалисты в области СМК, которые документируют стандартные инструкции, которые вы нарабатываете. Это как бы максимальный состав проектной группы, которые позволяют вам реально интегрировать эту RCM, будем так говорить, в реальную действующую систему продукции. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин